Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Адмиралтейские верфи спустили на воду большой рыболовный траулер Капертан Мартынов. Адмиралтейские верфи завершили строительство и спустили вчера на воду морозильный рыболовный супертраулер Капитан Мартынов. Данное судно строилось в рамках выполнения государственной программы «Инвест-Квод», инициированной президентом России. Всего данная программа предусматривает строительство свыше 100 различных судов, предназначенных для промысла рыбы и приспособленных к навигации в разных морях. Спущенное на воду судно Капитан Мартынов относится к проекту СТ-192 и является на текущий момент одним из самых современных рыбопромысловых кораблей в мире. С его помощью российские рыбаки будут вылавливать мента и сельдь в Беринговом и Охотском море. Данное судно позволяет ежесуточно производить вылов до 60 тонн рыбы, что в два с половиной раза превышает производительность других рыболовных траулеров, работающих сегодня на Дальнем Востоке. Арктический класс судна позволяет ему осуществлять промысел, в том числе в Антарктиде. Длина рыболовного супертраулера составляет 108 метров, ширина – 21 метр. Судно способно ходить на открытой воде на скорости до 15 узлов или до 28 км в час. Автономность плавания судна без захода в порт для пополнения провизии и горючего составляет 45 суток. Всего в России планируют построить 10 подобных рыболовных траулеров. Первое судно данного проекта, капитан Абдовиченко, было построено и спущено на воду в марте 2020 года. Последнее, десятое судно по действующему заказу, должно быть спущено на воду в конце 2024 года. Строительство данных кораблей позволит добиться существенного прироста в объемах вылова рыбы, улучшив при этом комфорт и условия работы для наших рыбаков. Новое судно отличается высокой топливной экономичностью и экологичностью за счет сниженного выброса углекислого газа в атмосферу. Фактически, данный траулер сочетает в себе настоящую рыбную фабрику. Установленное на судне рыбоперерабатывающее оборудование позволяет производить каждые сутки до 80 тонн рыбного филе, до 80 тонн рыбного фарша, а также до 250 тонн рыбной буки. Вся эта рыбная фабрика работает по безотходной технологии и не наносит ущерба мировому океану.